Это делал мастер Солодяков из Паланы. Однажды я приобрел у него в 2005 году. А эти очки, это очки неоднократного участника Беренгии Владимира Перевертуна из Караги. Он стоял у истоков гонки. Он как гонщик участвовал в очень многих гонках. Очень хороший человек. Слава Богу, жив-здоров. Вот он мне подарил однажды очки. Вот в таких раньше очках бегали. Беренгийскую выставку теперь можно увидеть в центре Петропавловска на Озерновской косе. Нарты ручной работы, редкие черно-белые фотографии и коллекция предметов быта появились в деревне Кудха. Здесь историю гонки могут рассказать те люди, которые не раз проходили ее с самого первого старта. Нам предоставил Александр Михайлович Печень. С них сделали удобные фотографии, которые можно экспонировать. У Александра Михайловича Печень тоже есть своя коллекция, связанная с гонкой, с севером. Детский кафетерий станет местом встречи каюров, артистов и мастеров. А в этнодеревне будут проводить мастер-классы по изготовлению нарт и выделке шкур. Местные аборигенные народы, находясь здесь в жестких условиях, не просто приспособились, они еще смогли развивать свою культурную составляющую. И то, что они нам оставили из этого, вызывает восхищение. Это достойные люди, достойные этносы, которые до сих пор живут с нами. Я хотел бы, чтобы все видели. Эта экспозиция также будет размещена на открытии Берингии 22 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова. Александра Радченко, Антон Скрипаченко, информационное агентство «Камчатка». Джонская «Камчатка» «Камчатка»